Всем добрый день! Очередное видео! Практически готов аквариум габаритами 98 сантиметров длина, 48 сантиметров ширина и 45 сантиметров высота. Это аквариум с тремя осветленными стенками, это будущий морской аквариум, с левой стороны располагается шахта. Что нам осталось еще сделать по данному аквариуму? Это гребенка будет вклеиваться на шахту, ее буквально сегодня напечатаем, завтра будем уже вклеивать. И в концовке видео как раз я покажу готовый результат, когда уже полностью все будет сделано, будет заклеена шахта сбоку, будет на заднюю стенку пленка наклеена, но пока что мы еще не определились, какого она будет цвета. Вот это вот все сделается, также покажу. Аквариум из 10-миллиметрового стекла выполнен. Швы как обычно, никаких вопросов по ним нету, все хорошо, все замечательно. И также на этот аквариум будем делать гидравлику, будем делать самп, тоже я думаю отдельно, возможно сниму видео, будем соединять данный аквариум с сампом. Также постараюсь показать, какой комплект при этом будет использоваться и собственно как я вижу это исполнение. По осветленным стеклам, вот в очередной раз покажу, вот это осветленные стекла, вот сюда мы переезжаем и видим, что задняя стенка она черненькая, ну не черная, она значительно более зеленая. По шахте, как всегда я рассказываю, эта шахта промазана изнутри черным силиконом, с наружной стороны выглядит полностью как черная стенка. И вот так вот выглядит, в принципе, силикон, каких-то таких соплей мы стараемся не оставлять, все в принципе красиво. Вот три отверстия под 25 трубы, они будут выходить, я думаю по длинной стенке шахты будет делаться возврат, вот это вот самое заднее отверстие, оно будет как раз для возвратной магистрали. Хотя, можно сделать и вот тут по передней стенке, и будет выход, и потом под 90 градусов загиб, чтобы тоже продувал переднюю стенку. Но это тоже еще проговорим с владельцем, пока что на эту тему так более подробно не разговаривали. Это вот то, что хотел про аквариум рассказать. Также иногда задают вопросы, больше люди в Минске, хотя, наверное, тут вряд ли у нас получится сфокусироваться на стекле. Может постараюсь для этого видео, найду какие-то фотоматериалы, или получится действительно фотографии каких-то повставлять. Расскажу, потому что, ну, так скажем, стекло, стекло, рознь. Хотел бы я это тоже отметить, часто задают вопросы, почему вот у тебя аквариума дороже. Я начинаю рассказывать о том, что мы используем стекла, которые режутся на ЧПУ, которые обрабатываются на немецких, а не детайских станках. А от этого, как раз-таки, зависит и, в принципе, самообработка. У нас на стеклах нет никакой волнистости, которая может присутствовать, имеется в виду, на торце. У нас те же самые фаски, ну, еврокромка, так называемая, на стеклах. Она и с левой, и с правой стороны стекла, она симметричная и одинаковая, маленькая, буквально, ну, чуть меньше одного миллиметра. Когда же используется китайское оборудование, эта фаска, она может доходить до полутора миллиметров, может быть несимметричность, когда с одной стороны полмиллиметра фаска, а со второй стороны миллиметр фаска. Это во многом влияет, первое, от того, как ломают стекло, когда изготавливают, ну, и второе, от самих станков, как они настроены, какую они действительно точность могут сделать. Поэтому это постараюсь тоже параллельно, когда все вот это вот у нас идет, разговор, я думаю, уже вы увидите это в плане фотографий. Ну, буду еще про этот аквариум добавлять фото-видео материалы и покажу в концовке видео уже окончательно законченный вариант. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Собрана система. Все уже готово, в качестве рекламы скажу, что аквариум в Бобруйске этот располагается и тумбу человек делал сам, поэтому если кому-то надо супер тумбу в Бобруйске, вы знаете куда можно обращаться, а человек, глядишь, со временем тоже. Уйдет с Белшины и начнет тумбы делать. Выглядит классно, мне нравится. Вот собственно аквариум вот так располагается в уголочке, сверху будет на стене располагаться освещение. Вот так у нас получилось уже все по месту собрать. Ребенка уже со стандартным вырезом. Вот эта вот развоздушка. Вот эта вещь, она регулируется по направлению, то бишь вопросов никаких не будет. По развоздушке, как обычно тоже схожу, вот видно уровень в шахте, стекло шахты и уровень развоздушки, оно на одинаковом расстоянии располагается, чтобы минимальное количество воды сливалось. И обязательно насверливается отверстие снизу вверх, чтобы вода при включении помпы тоже текла вниз, не было никаких фонтанчиков. Вот собственно сама наша шахта вот так располагается. Аварийка, как обычно, порядка на 10 миллиметров ниже стекла шахты. Вот еще раз сам аквариум, а это у нас тумба, самб и гидравлика. Как раз видно то оборудование, которое будет стоять, тарифоводов ступенник НТ-150. Помпа 3000 ДЦП, которая Джибао, на мой взгляд, самая нормальная, самая адекватная помпа у Джибао по отношению цена, качество. Каких-то вопросов нет, и она идеально бесшумная. Возвратная магистраль, она идет диптем шлангом. Далее переходит на трубу под 45 градусов, располагается байпас. Единственное, тут не хватает еще шланга. Но шланг-то не проблема, докупится первоначально не планируется использование байпаса. Со временем, без вопросов, на 12 миллиметров шланг установится. Кран тонкой регулировки на основном сливе. Первоначально, когда система собирается, этот кран максимально открыт. На байпасе кран всегда закрыт, чтобы при включении электричества подача на помпу не забыла, чтобы не палилась туда, куда не надо. Трубы 25, наши любимые гибкие подводки на сливе и на аварийке. Все уже подклеено. На возврате, так как место не совсем удобное, располагается муфта разборная. При необходимости, если что-то в будущем надо будет, муфта без проблем скручивается, достается магистраль и поджимается, например, либо еще что-то происходит. Вот, как-то так это все выглядит. По-моему, очень даже классно. Поэтому, если кому-то нужны классные аквариумы, пишите, звоните, мы всегда с радостью поможем. Это площадь Победы в Бобруйске. Довольно танчик такой стоит. Все по ложной стороне здания такие. Прикольно, красиво выглядит. Там сама эта площадь, это парковая она. Ну, выглядит прикольно. Это аллея героев называется. Монумент тут, памятник такой располагается. В памяти бобруйчан, которые загинули, умерли в годы Великой Отечественной войны. Ну, и вот такая штука. Ну, это памятник бобру. Такой пузатый бобер. Площадь Ленина. Красивенько. Здание исполнительный комитет Бобруйский. Даже еще пока не прочитали вывеску, уже примерно понимали, что тут будет располагаться. Это вот Владимир Ильич Ленин. Вид сзади. Прям центр-центр площади Ленина. Прикольно, конечно. Большая она. Но какие-то, вот откровенно говоря, от Бобруйска двоякие впечатления. Потому что и туда съездили, и туда съездили, и туда съездили. И удивляет как-то вот, ну, непонятно. Где люди? Вот, в принципе. Я думаю, вы видите. Для понимания, это город, по крайней мере источники, про который рассказывают. 220 тысяч населения. Где эти 220 тысяч? Машин особо нету, их немного. Как-то красиво, вопросов нет. Но непонятно. Набрались до Белшины. Там, где шины делают. Прикольно. Даже есть доска почёта. Пидоровики, или передовики, как там их правильно зовут. Тут их выставляют. Это, я как понимаю, памятник шине. Ну, выглядит реально прикольно. Между двумя направлениями дороги располагается вот такая вот штука. Это, я как понимаю, наверное, заводоуправление какое-то. Флажки висят. Тоже всё в зелени. Всё в зелени. Но ни одного человека вокруг. Где они все? Доска почёта обязательно. Я ещё помню, когда работал на МАЗе в своё время. Там тоже должна была быть обязательно доска почёта. И вам подгостать. Сейчас мы увидим про них, что так будет хорошим. Коммунула. Спасибо. И у нас все-таки! Магальд. И в порядке. И у нас все-таки, когда-то все-таки. И я-мы-то, что. Я-мы-то. И у меня не могу быть надеть, что. Субтитры создавал DimaTorzok Такой вот монумент Красиво Спасибо вам всем за просмотр Не забывайте Подписываться Очень вам за это Буду благодарен И лайкусиком не откажусь Всем удачи